Лаборатория Минохраны природы Республики теперь сможет проводить более эффективный мониторинг состояния окружающей среды. При этом все исследования будут проходить в Якутске. Новое оборудование для рыбал-лаборатории презентовались сегодня. На презентации побывал Евгений Тайтонов. В рамках республиканской программы охраны окружающей среды республиканская система экологического мониторинга оснащена двумя высокотехнологичными лабораторными комплексами Agilent общей стоимостью 15,5 миллионов рублей. Наша философия, наша задача как компании обеспечить максимально широкий спектр, высокую точность при любых аналитических измерениях, решении любых аналитических задач, которые стоят как при, например, экологическом мониторинге, как мы видим в случае сегодняшнем, так и контроль фармацевтических препаратов, контроль качества пищевых продуктов, наркоконтроль, судебно-медицинская экспертиза, научные разработки самого высокого уровня современного. Спектрометр может на местах падения остатков ракеты определять состав и количество топлива в почве, а жидкостной хроматограф на взятой пробе может распознавать до 70 элементов таблицы Менделеева одномоментно, причем каждого по отдельности. Когда мы поняли, что поставка должна быть комплексной, то есть потому что в рамках программы лаборатория должна быть, если завтра будет допустим пуск ракеты, то она должна быть мониторить буквально на следующий день. Наиболее чувствительный, наиболее качественный анализ – это оптическая эмиссия и жидкостная хроматография. Главная особенность оборудования заключается в том, что вместо прежних 20 минут для анализа требуется всего 3-4 минуты. Аналогов оборудования в республике нет, а в России ими пользуются Новосибирский институт, МГУ и Роскосмос. На данном оборудовании у нас получается, что в течение буквально 2-3-4 минут прибор определяет сразу 70 элементов в одной пробе. Конечно же, значительно повышается и производительность, и расширяется перечень компонентов, которые мы сможем определить в качестве загрязнителей. То есть мы сможем более широко контролировать качество окружающей среды в республике. Оборудование будут доказывать и давать объективные результаты по итогам контрольных и мониторинговых мероприятий. А результаты, в свою очередь, будут выложены в экологическом паспорте республики. Евгений Тайтонов, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.